МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня у нас в гостях Дмитрий Лукьянченко, председатель Ивановского районального отделения общественной организации «Деловая Россия». У меня такая мощная структура, которая напрямую работает с государством и объединяет очень большое количество предприятий, вообще всего российского бизнеса. Дмитрий Сергеевич, здравствуйте. Спасибо, что пришли, что нашли время для этого разговора. Надо еще, наверное, сказать, что вы все-таки управляющий собственник компании «Иваново-Искош», то есть такая крупная производственная площадка. Наверное, конечно, всегда ежегодными такими идеями развития. Это значит новый инвестпроект, и не всегда, наверное, находятся деньги, собственные средства предприятий. Чтобы идти дальше вперед, приходится привлекать и заемные средства, то есть напрямую работать с банками, а может быть, не только с банками, но и с государственными структурами. Это я ведь к тому все вспоминаю, что вам просто легче ориентироваться, и вот тот человек, который в полях работает, хотя и возглавляет вот такую, скажем, общественную организацию, вам легче судить, как вот сейчас государство работает вообще со всем предпринимательством, Ивановским в том числе. Давайте вернемся, может быть, не знаю, там, к началу 2000-х годов, тоже вот в этой студии было множество ваших коллег по бизнесу, предпринимателей, и когда какие-нибудь новые налоговые ставки, понятно, не то настроение, и люди всегда, значит, обсуждали, к чему это приведет, какую роль здесь играет государство, ну, понятно, что не ту, которую ожидали бизнеса, говорили. Если говорить о государстве и взаимоотношениях, это главное, ну, что бы ни мешали, да, вы прекрасно знаете эту фразу, ее тут уже все наизусть выучили. И вдруг, не знаю, 5, 7, 8, 10 лет назад ситуация начала кардинально меняться. Уже не по разные стороны баррикад, а как будто бы партнеры. А что случилось? Что вот забывается эта фраза, лишь бы не мешали. Теперь бы помогли, да еще как помогли. Здравствуйте, Илья. Очень достаточно сложный вопрос, и он очень длинный получился. Попробую на него ответить. На собственном примере мы, как и, наверное, большинство предпринимателей, часть их осталась и сейчас, с такой же позиции, с таким же мнением, считают, что чем тише воды и ниже травы быть, чтобы государство не замечало, лишь бы не мешало, тем лучше. Но на самом деле, вы правы, ну, наверное, там, порядка 5-7 лет назад государство, ну, наверное, во-первых, стало играть достаточно большую роль у нас. С одной стороны, с точки зрения и какого-то как заказчика, с другой стороны, определенного регулятора, с третьей стороны, возможно, на федеральном уровне изменились какие-то приоритеты по развитию экономики, и стали появляться различные, ну, меры поддержки, так называемые. И, безусловно, если откатывать еще дальше, они наверняка были и раньше. Но просто, возможно, сам формат подачи вот этот был немножко иной. И, соответственно, с одной стороны, ты начинаешь пользоваться этими программами поддержки, с другой стороны, понятно, что государство хочет сказать, что, ну, раз ты пользуешься, то будь добр, во-первых, соответствовать определенным требованиям, с другой стороны, ну, помоги об этом рассказать кому-то другому. И что конкретно поменялось, ну, вот сложно сказать, но на нашем примере, вот мы как раз в 2007 году воспользовались двумя большими программами с сонными, в 2017, прошу прощения, не седьмом, в 2017 году воспользовались двумя большими программами и запустили большой инновационный проект, который сейчас достаточно успешно себя чувствует. То есть, в том числе и через Фонд развития промышленности, да? Да, там у нас были программы одна Митромторг, вот, по постановлению, не помню сейчас его на памяти, и льготный заем ФРП, Федерального фонда развития промышленности. То есть, пошли не в банк, а пошли, ну, по сути, такие серьезные федеральные структуры. И там условия интереснее, там деньги дешевле, скажешь. Ну, понятно, что там разные есть меры поддержки. С одной стороны, они монетарные, ну, то есть, денежные, да? С другой стороны, очень много видов поддержки, которые, ну, консультационные какие-то, не всегда деньгами, а какими-то другими вещами. И банки, ну, на самом деле, да и до сих пор, их коммерческие, ну, условия, так скажем, не всегда позволяют, во всяком случае, идти в инвестиции, потому что, ну, вот этих дешевых денег их как бы нет. И только за счет, ну, наверное, вмешательства государства, в хорошем смысле слова, как бы вмешательства, эти программы существуют, ими можно пользоваться. Хотя, знаете, вот государство, это такая, ну, согласитесь, какая-то фигура речи. Надо вот все-таки как-то, ну, объяснить, что это такое, да? Или разделить. Что это только? Федеральные чиновники или местные чиновники? Вы сказали такую одну фразу? Ну, да. Когда мы поняли, что пошла поддержка, и к нам было такое обращение, ну, а, платите налоги, да, и все-таки соблюдайте закон в своей предпринимательской бизнес-деятельности, ну, и главное, распространяйте, что вообще такая возможность существует между коллегами своими. Очень странно вообще. А что мы здесь? Местные власти, вот как такое, знаете, ну, промежуточное, ну, может быть, в данном случае, и главное, звено, как популяризатор вот этих вот мер, мы его вычеркиваем, что ли? Или не справлялись, или не справляются до сих пор, скажем. Нет, справляется, я об этом отдельно скажу, региональная власть. Вот. Многие программы, ну, вообще всегда все зависит от размера. Если инвестиции требуются, ну, достаточно крупные, как бы и крупный проект, понятно, не всегда хватает ресурсов региональной власти. Но региональная власть всегда поддерживает в качестве оператора либо консультанта, да, и с той точки зрения, чем она может поддержать, инфраструктурой какой-то, какими-то, возможно, нормативными актами, какими-то, чем-то еще. А большие, если мы говорим, там, ресурсы даже денежные, да, это всегда участие, как бы, федеральных структур. Того же Фонда развития промышленности, который при Минпромторге, самого же Минпромторга, мэровские программы, Министерство экономики и развития. И, соответственно, у предпринимателей всегда и сейчас до сих пор есть, ну, несколько, ну, таких сопротивлений, я бы назвал, да. Первое, что, во-первых, не верят и не знают, что, не знают, что такая помощь существует. Понятно, сейчас... Удивительно для меня. Удивительно, да. Хотя, вот, местный мой бизнес, как бы, говорит, что мы чуть ли не с каждого утюга, как бы, рассказываем о том, что они есть. Ну, понятно, кто-то слышит, кто-то нет. И, соответственно, первая проблема, которая была, сейчас ее меньше стало, конечно, уже, ну, до многих донесли, и с помощью, в том числе, общественных организаций, таких, как «Опора России», «Дела в России». Первая история – то, что не знают. Вторая история – не верят в то, что это возможно без каких-то знакомств, каких-то, там, ну, каких-то схем, не знаю, что-то еще. Или какой-нибудь звездочки на договоре. Звездочки на договоре, да. Скрытого обременения. Скрытого обременения, да. Ну, то есть они думают, что, да, это есть, но это не для нас. Почему? Потому что, вот, там, мы не такие, мы обычные. Третье, когда убеждаешь, что, вот, в общем-то, все обычные и никакие звездочек нет, начинается история как раз про то, что я ведь не совсем там белый, пушистый. И вот здесь вот я как бы вскроюсь, и тут вот меня... Или меня вскроют. Ну, потом, естественно, после этого меня вскроют. И такое, но сопротивление тоже существует. Но в любом случае процесс того, что все в общем-то выходят в белое поле, он идет, происходит. И компании, которые практически 100% платят науги, гораздо больше становится. И, соответственно, они получают такой, ну, пускай, вот эту дополнительную возможность работать с государственной поддержкой. Дмитрий Сергеевич, я, кстати, вот эти 4 пункта, по-моему, перечислили. Я думаю, вы сейчас еще вот 3. Ну, хорошо. Я думаю, что вы четвертый, например, скажете, да, что и знают, и вроде и перед налоговыми службами абсолютно чистые, и все звездочки просчитывают, и не знают, и уверены, что не будет никакого дополнительного обременения, но тем не менее просто не решаются. Ведь что такое, например, государственные федеральные программы и банковские предложения. Разница иногда ощутима. Но это не означает, разница есть, что у государства деньги тоже абсолютно бесплатные, там тоже определенный процент. А предприниматель понимает, что он не выдержит и этого государственного предложения. Для него это тоже много. И он не может просчитать-то свой бизнес, ну, а тут надо, наверное, на 2, на 3 года, на 4 вперед. У него вот тут вот живу сегодняшним днем, и даже этих, вроде кажется, льготных средств, они для него слишком большие. Бывают еще такие моменты? Бывают, вы правы. Есть, ну, некое, наверное, еще опасение, что работа с такими мерами поддержки потребует, ну, дополнительных каких-то знаний. Знаний, каких-то ресурсов, дополнительных людей, кто в этом разбирается, и обучает их людей, и так далее. Мы не знаем, мы не понимаем. Вот. Потому что вот к нам, допустим, к таким получателям очень часто приезжают и говорят, ну, расскажите, объясните, что вы, ну, как вы себя ведете, как вы документы готовите, как вы отчетность, потому что, безусловно, это накладывает определенный, ну, дополнительную какую-то работу. Вот. Ну, я скажу честно, иногда не больше, чем работать с коммерческими банками, там, с нашими мастодонтами, с какими-то большими. Чаще другая проблема возникает, что наши предприниматели, даже если им дай бесплатно денег, там, завтра, сегодня, послезавтра, они не будут, не всегда будут знать, что с ними делать. Ну, то есть, вот нет, нет, наверное, какой-то идеи. Идеи или стратегического планирования. Стратегического планирования, понимания, вы правы, в том же понимании, что будет завтра, как можно вообще в условиях неопределенности, как бы думать о каких-то проектах и так далее. Вот это, наверное, больше, наверное, такой ограничивающий фактор именно в том, чтобы пользоваться или не пользоваться. Вот смотрите, когда на самом деле на уровне федерации готова целая масса предложений, для малого, среднего, крупного бизнеса, это уже не так важно. Главное, что есть меры поддержки. Значит, на уровне, я так понимаю, региональной исполнительной власти, прежде всего, губернатора, это все спускается, ну, с такой задачей. Распространяй, объясняй и популяризируй. То есть, собираясь с бизнесом и все это мы объясняем. Это вот так вот приблизительно работает, получается, да? Приблизительно так. Скажу больше. Ну, за последние вот несколько лет, ну, давайте там по вехам пройдем, да, в 19-м году, по-моему, открылся мой бизнес. Да, центр. Притом он, ну, это же не просто, ну, название. Под его крышей несколько региональных институтов таких находятся, как тот же региональный фонд развития промышленности, как Ивановский фонд поддержки предпринимателей. Просто я вхожу в экспертный совет, допустим, да, и, ну, честно скажу, за неделю порядка 10 заявок мы рассматриваем на то, ну, рассматривает сам фонд, а мы как бы подтверждаем, что там нет никаких нарушений, там каких-то еще историй, и подписываем эти заявки, и голосуем за них. Работа, на самом деле, ведется, ну, в моем понимании, колоссальная. Очень часто даже те предприниматели, с кем я разговариваю, и у кого позиция такая, ну, немножко оппозиционная, что никто ничего не помогает, никто ничего не делает. А я потом вижу эти компании, этих товарищей, либо сами фамилии, в том, что он, в общем-то, обратился несколько месяцев назад, там, или, там, не знаю, недели, ему дали, как бы, согласовали какие-то льготные займы, кредиты, он их получает, но в то же время, как бы, рассказывает о том, что это не помогает. И, соответственно, на уровне региональном, тот же институт «Мой бизнес» со всеми своими подинститутами Департамент экономического развития и торговли оказывает, ну, во-первых, стопроцентную консультационную поддержку. Иногда, ну, даже в ручном режиме он может, как бы, сопровождать и на федеральном уровне. Куда-то позвонить, какое-то письмо помочь составить, у кого-то уточнить, вот, конкретику какую-то. В чем сложность, на самом деле, тех же федеральных программ? Это как, вот, большое море, их, допустим, ну, пускай там не сотни, там, десятки, и они постоянно видоизменяются. Ну, то есть, вот, одно постановление работает, вот, там, в этом году или, там, полгода назад, вот это работает только квартал, вот здесь вот оно отработало плохо, не полетело почему-то, его видоизменили, и вот это поле, оно вот постоянно движется, на самом деле. Да и цифры там еще меняются, да, при прочих условиях. Потому что ставка меняется, да, она вот это так честно. Флория меняется, кто попадет, кто не попадет. На самом деле, ну, в одиночку, ну, достаточно тяжело разобраться. Но если ты хочешь, это, как бы, оно того стоит. А вообще, вот, отклик. Вот оно сделано предложение, оно предпринимателю понравилось, он начинает оформлять документы, а деньги-то, они, может быть, потом и придут, ему надо через три недели, он поверил в это, а они придут через три месяца, а это уже поздно. Ну, если мы говорим про Иванский фонд поддержки предпринимательства, там достаточно быстро. Он как раз и создан, ну, не то, что в помощь, а как, чтобы решать те проблемы, которые невозможно решить с коммерческими банками. Когда не хватает какого-то обеспечения, когда не хватает каких-то залогов, чего-то еще. Помимо того, что там ставка, ну, ниже, чем в коммерческом банке, там еще и условия немножко попроще. И, соответственно, ну, эксперты видят, знают предпринимателя, знают компанию, и они, ну, как бы заложены немножко такие более повышенные риски. Притом это работает, ну, то есть там невозвратов каких-то нет, и ничего как бы страшного нет. А какие более репрессивные структуры государственные, которые помогают бизнесу или та же банковская сфера, если вдруг что-то пошло не так? Ну, понимаете, да, деньги получил, а у тебя какие-то там форс-мажоры, ну, не то, что форс-мажоры, что-то не просчитал там, да, и все это дело валится, отдавать надо сроки, а ты вроде кажется с банками, вы же такие же бизнесмены, как и я, можно реструктуризировать как-то, да, оттянуть и договориться. А государство скажет, слушай, я в тебя поверил, ты в меня поверил, а теперь ты начинаешь мне объяснять, что вот тут у тебя что-то не получается. Или вот такую фразу сказали? Репрессивные, которые помогают, наверное, которые... Ну, да, сначала помогаю, а потом уже свое забираю. С теми же структурами в виде фонда развития промышленности федерального Минпромторга, точно так же можно, ну, давайте, скажем, плохое слово, договариваться, в хорошем смысле слова, да, договариваться в том плане, что, ну, мы же все были внутри программ, ну, многие предприниматели, кто воспользовался этой помощью, были внутри этих программ, когда началась пандемия, теперь, когда началась специальная военная операция. И, соответственно, многие условия, которые предприниматели на себя брали, они не выполнялись, ну, по достаточно объективным причинам. И, соответственно, федеральные органы исполнительной власти, ну, пересматривали эти условия, где-то продлевали сроки, где-то, ну, я не скажу, что там прям достаточно все так жестко, что все, если... Главное, что не делать. Главное, не взять какую-то помощь и не пойти себе купить новый автомобиль. Вот это... А такое бывало. Ну, ладно, это мы сейчас оставим в стране. Я еще когда вспомнил, как вот это вот работает, когда глава региона имеет вот всю папку, скажем так, да, вот этих вот федеральных предложений, он может спокойно распространять с вас, между вами вот такие меры поддержки. Слушайте, и у него прямо вот он может на выдохе. У меня отличный повод собрать все бизнес-сообщество, потому что у меня есть те самые тузы в кармане, те самые сюрпризы, которые я просто буду о них говорить, но потом, конечно, помогать в них разбираться. А вот обратная ситуация. Бывает ли или сейчас нет уже, получается, такой тематики для встреч, когда вы инициатором уже выступаете, что вам нужно собраться вместе с губернатором? Потому что, да, вы знаете о всей поддержке, может быть, ее недостаточно, а может быть, и у вас что-то накопилось. А вот тут уже как идет взаимосвязь, когда не он собирает вас, а вы зовете его к себе. Ну, идет взаимосвязь. У нас есть такой режим, как мы примерно раз в квартал собираемся с активными участниками Деловой России, с участием Станислава Сергеевича, где в режиме вопрос-ответ, да, вопрос от участников, от предпринимателей ответы, Станислав Сергеевич уже говорит, он отвечает на какие-то вопросы, которые, ну, либо в публичном поле, наверное, они не подсвечиваются, ну, либо которые достаточно острые. Он всегда откровенно как бы рассказывает, и все очень, ну, все получают свой ответ, так скажем. Вот. С точки зрения того, что у кого-то, если есть какой-то запрос индивидуальный, ну, это чаще бывает, как бы, да, достаточно уже и департамент экономического развития, либо, вот, позицию Юлия Владимировна Васильевой, да, когда, ну, есть у кого-то запрос на какие-то инвестиции, на какой-то новый бизнес, на решение каких-то проблем, ну, формулируется это, мы аккуратно передаем в письменном виде или в устном виде, и, соответственно, идет попытка, возможность помочь на каком-то уровне. Если на региональном, то это проще, если на федеральном, то они, соответственно, берут для себя какую-то инициативу на федеральном уровне, помочь выйти на кого-то. Ну, вот с вами 5-7 минут начали вспоминать такие вот институты, очень полезные для бизнеса, они полезные для государства, хотя во многом инициированы именно им, а их создание, вот, «Центр мой бизнес» мы вспомнили, да, ну, я тоже такое определение найду, как еще институт, и можно там, и по-другому можно назвать, ну, помните, это территория опережающего развития Тасыра, да, это тоже ведь история, по-моему, ну, 5-6 лет, по-моему, да, теперь особая экономическая зона. Вот эти вещи, они звучат здорово из уст, скажем, местных чиновников, но это интересная, скажем, такая, это эффективные идеи, скажем, вот мне хочется вашу точку зрения услышать. Безусловно, эффективные идеи мы видим по, ну, как бы, наверное, очередь не стоит из тех предприятий, которые хотят туда попасть, но наполняемость этих особоэкономических зон, она существует, и, скорее всего, ну, я здесь выскажу свое личное мнение, как бы, да, если у тебя есть предприятие, ты перевозить его туда не будешь никогда, даже несмотря на налоговую льготу, на что-то еще. Поэтому Ивановый Скош не в одной из этих структур, да? А как ты его перевезешь, да? А перевозить надо, да? Потому что эта территория не на бумаге, да, она настоящая. Да, она настоящая. Вот то, что касательно открытия новых производств, безусловно, здесь вот как раз те преимущества, они, ну, выходят на первый уровень, как бы, да, когда ты открываешь новую производство. Потому что ты можешь все с нуля выстроить там, у тебя и оборудование там, и люди там, и инфраструктура, подключение всех коммуникаций и так далее. Слушайте, это интересно для бизнеса, да? Потому что ведь если ты там, ну, прежде всего, мы говорим о налоговых преференциях, да? То есть предприятие, работающее там, определенное количество лет или месяцев платит меньше налогов. Как вот эту отличную, эффективную идею тому же главе региона донести не до бизнеса, а до обычного человека, что эти усилия, они действительно имеют такой результат. Вот я, как обычный гражданин, почему должен радоваться, например, за компанию, ну, там, Иванова Искош, если у нее новое подразделение пойдет в ТАССР или в особоэкономическую зону? Потому что у вас просто люди будут тогда получать побольше зарплату, скажем так, да? А я-то скажу, слушайте, вы-то будете развиваться, но налоги-то, которые, в принципе, и на меня тратятся, вы платить будете меньше. Ну, хороший вопрос. Скорее всего, здесь идет речь как раз о новых производствах, о новых рабочих местах, которые есть. Потому что, ну, если ты даешь одно рабочее место, в любом случае человек этот кормит семью. И это не один человек, а уже несколько человек, у кого есть работа, у кого есть обеспеченный, ну, хотя бы там недалекое будущее, он понимает, что он стабильно будет получать эту зарплату. И, скорее всего, доносить до обычного гражданина. Ну, вот, наверное, вот это все. В первую очередь надо. То есть, зарплату, то есть, ему свою платят. Он же платит налог, цены дохода. Там-то никаких поблажек нет. Там поблажек нет, да, вы правы. А вот, не знаю, просто есть ли у вас сейчас в голове такие конкретные цифры, ну, может быть, порядок вы представляете. Вот мы говорим, меры поддержки, меры поддержки. Ну, это прямо кричащая тема стала со стороны государства, конечно, вот прежде всего в пандемии годы. И тогда, ну, тоже разные определения. В Америке, по-моему, это называлось вертолетными деньгами, когда прямо, ну, давали миллионы, десятки миллионов, только удержи свои коллективы, да, чтобы они все-таки продолжали трудиться, а не распускай их там по домам или не увольняй. Ну, вот с вашей коллегой, с Василием Скворцовым мне так давно говорил, он все-таки другую организацию представляет. Он мне сказал, слушай, ну, сейчас немножко изменилась вот эта вот поддержка. Таких денег уже не дают и поддерживается не в прямую бизнес, а поддерживается потребитель его услуг. Это так на самом деле? То есть поддерживается человек прежде всего, который потом купит, скажем так, да. Да, все так, потому что, ну, возможно, сама ситуация немножко изменилась, да. Если мы говорили про пандемию, то эта вся история была, в общем-то, общая для всех, как бы, да, такая. Соответственно, там поддерживали все предприятия для того, чтобы сотрудников не увольняли, давали какую-то помощь. Вот. То сейчас, ну, какие-то из отраслей, они, в общем-то, себя хорошо чувствуют, какие-то не очень хорошо. И, соответственно, поддержка пошла уже, ну, можно так сказать, более адресной или точечной. Вот. И, ну, она разная. Все правильно Василий Леонидович сказал. Вы знаете, вы говорите, это, значит, получается адресная такая поддержка. И даже вот в твоей отрасли одна себя более-менее чувствует, другая не очень. А потребительство такого, вот такие подходы, они не разовьют. Я так плохенько сейчас вот, ну, еле выживаю, зато меня государство будет там спасать. И опять спасет, потому что я развиваться не собираюсь. А ты, например, там, текстильную отрасль, у тебя и так все хорошо. Ну, ты не получишь, ну, а я буду вот на таком иждивенческом, вот так скажем. Иждивенческом, а не потребительском. Вот правильное слово. Ну, наверное, как бы размер этой помощи, может быть, наверное, не позволит, как бы, целиком занять вот эту иждивенческую позицию. Это же просто меры поддержки, на самом деле, а не замещение, как бы, каких-то историй. Вот. Вот, кстати, когда встреча с главой региона. Вот, смотрите, есть федеральная инициатива. А что, федеральный чиновник, он прямо вот умнее всех, скажем так. Он знает, что нужно в каждом субъекте и в целом отрасли конкретной, и поэтому вот выходит с такими предложениями и разрабатываются программы. А если вы считаете, что нет, что, может быть, не то, что там проценты должны быть поменьше или повыше, а что вообще сама методика работы вот с конкретной отраслью должна быть иначе. Скажем, обычная Ивановская область, если у нее сформирована, что называется, вот тут вот на полях какая-то хорошая идея, она имеет шанс, пусть через губернатора, все-таки, ну, если не быть реализована на федеральном уровне, то хотя бы услышана. Услышана один раз, услышана второй раз, а вот потом она уже сформируется, ну, в серьезное реформирование какого-нибудь прежнего федерального предложения. Безусловно, да. Смотрите, если принимаются какие-то законопроекты даже на уровне, ну, либо нормативно-правовые акты на уровне региональной власти, они всегда проходят оценку регулирующего воздействия, так называемого УРВ, у тех же общественных организаций. И опора Россия вместе со Скворцовым Васильевым Ильяновичем и Деловая Россия вместе с нами в этой оценке всегда участвуют. И где-то мы говорим, да, все, как бы, вопросов нет, нас все устраивает, а где-то есть позиции на и отправляются на доработку. Соответственно, и в опоре России, в Деловой России есть так называемые, ну, Деловой России это называется комитеты при федеральных органах власти, ну, при министерствах, они отраслевые бывают, бывают тематические какие-то. Допустим, у нас есть участник Александра Голубева, кто входит в комитет, у нее сложное название по маркировке. И все, что касательно маркировки, мало того, что мы заранее понимаем, что будет происходить и, соответственно, заранее информируем, мы еще можем участвовать в повестке на самом деле и формировать эту повестку, а что нужно изменить, что работает, что не работает. На самом деле это все рабочая такая схема и без мнения, как бы это не казалось, наверное, волшебным, без мнения предпринимателей, такие вещи не принимаются. Бывают, конечно, законопроекты некие и некоторые программы, которые, в принципе, не работают, не летят. Ну, вот выдумали, там, не знаю, что-нибудь, не буду говорить, отрасль какой-нибудь, а никто не воспользовался. Почему? Потому что, ну, вот, либо потребность неправильно уловили, либо доработали такие условия, что никто не в состоянии, как бы, их взять. На самом деле, и с точки зрения губернатора, и с точки зрения экономического блока регионального, и с точки зрения общественных организаций, есть несколько каналов и путей, которые, через которые можно формировать какое-то мнение, позицию и доносить, что? Ну, вот, может быть, ошибочно, там, да, вы мне сейчас ответите, так же, заключение нашего разговора, вообще, ну, это я с своей точки зрения говорил, да, почему я говорю, что наверняка это ошибочно, как-то успешность того или иного бизнеса, предприятия, я оценивал во многом с точки зрения его экспортной составляющей, да, то есть, неважно, сколько это, 10, 15, 20 или 30 процентов, там, да, от общей его экономики, ну, вот, если работать в том числе и на экспорт, значит, все хорошо. Теперь, смотрите, внешние рынки закрываются, часть вообще закрывается на какое-то непрогнозируемое будущее, другие рынки еще остаются, но там это далеко, мы их во многом и не знаем, нужно как-то переориентироваться. За счет чего сейчас будет вообще выживать, я скажу, средний бизнес? Только за счет внутреннего потребителя. И насколько вот эта вот надежда, она, вот, в принципе, оправдана, пока внутренний потребитель так серьезно-то деньгами не насыщается и не богатеет? Ну, наверное, все зависит от самого бизнеса, ну, то есть, разные отрасли чувствуют себя по-разному. Почему? Потому что, ну, для одних отправить куда-то, там, за тысячу километров – это норма, а для других уже он не может отправить, и для него важен, там, локальный какой-то домашний рынок. Вот. То, что касательно внутреннего нашего спроса, в сравнении в мировом, он, конечно, ну, мал, да, и, соответственно, вся экономика по этому, как бы, наша внутренняя не очень большая. Я не говорю про ресурсную, я говорю про остальное. Вот. Ну, остаются другие же страны, очень многие экспортируют в азиатские страны, на самом деле. У нас вот есть участник Стандарт Пласт, наверняка вы знаете. Конечно. Как бы, да. Вот. У него, ну, громадное количество экспортных стран, независимо даже от Европы, и то, и туда, в общем-то, экспортируют. Тот же нейрософт. И поэтому это, в общем-то, все всегда зависит еще от, наверное, стремления руководства, самих предпринимателей. От этого в первую очередь. То есть сейчас, что сложнее, вот, прям, генеральный последний вопрос, да. Придумать новую, какую-то хорошую бизнес-идею, проект, да, или найти того самого покупателя, и неважно где, на внутреннем рынке, или на внешнем оставшемся еще? Ну, наверное, труднее всего начать что-то делать. И вот, в общем-то, когда предприниматель начинает что-то делать, у него уже и происходит понимание, а кто же его будет потребитель, будет он внутри, будет он снаружи, где ему разворачивать все свое, если это производство, производство, где ему разворачивать свою торговлю. Вот. И самое, наверное, важное, это вот первая инициатива, которая через риски, через все остальное, через трудности предприниматель может вынести. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова